Делают ли татуировки мужчин более привлекательными для женщин? Это тема для сегодняшнего видео. Сегодня видео будет состоять из трех частей. Сначала я поговорю об исследовании и затем мы пробежимся по теме. Делают ли татуировки мужчин более привлекательными? Затем мы обсудим различные татуировки и их уровень привлекательности. И в конце обсудим места, где можно нанести эти татуировки и что будет привлекательно, а что нет. Поехали. Ответ на вопрос, нравится ли женщинам мужчины с татуировками больше или нет? Ответ? Нет. Никакой разницы. О да, сейчас полетят комментарии. Антонио, это полное дерьмо. Потому что у меня татуировка и девчонки мне часто говорят комплименты на ее счет. Или что вы видели, как женщины часто смотрят на татуированных парней. И вот, что мне нравится в этом исследовании. Они обнаружили, что женщинам не тепло, не холодно. Есть ли татуировки у парня или их нет. Но вот мужчины считают парней с татуировками более привлекательными. Потому что мы, мужчины, воспринимаем мужчин с татуировками как более сильных, более маскулистых и привлекательных для женщин. Так что это интересный поворот. Другие мужчины воспринимают других мужчин с татуировками как более привлекательных. Дальше в исследовании они рассказали, что когда женщины смотрят на парней с татуировками и без, они не определяли их как более привлекательных. Но они считали мужчин с тату более здоровыми, более мужественными, доминирующими и агрессивными. Но что еще более интересное, женщины также считают татуированных мужчин плохими партнерами. И что они не будут искренне в отношениях и не могут хорошо справляться с детьми. Так что тут много заблуждений. С другой стороны, когда мужчинам показывали те же фотографии, они тоже говорили, что ребята с тату выглядят более доминантными, более агрессивными и мужественными. Но они не давали им тех же негативных качеств, что и женщины. Они считали, что это не будет оказывать никакого эффекта на их способности быть отцом или преданным партнером. Господа, я хочу подчеркнуть, что восприятие татуировок это довольно культурологическое явление и отличается в разных местностях. Так, например, вы в Лондоне или Нью-Йорке или Остин, Техас, то вы будете чаще видеть татуировки. Это обычное дело. Но если вы поедете в Гонконг или Москву или Киев, то там татуировки будут иметь уже другой оттенок и подтекст. Поймите, это очень зависит от места. В некоторых культурах татуировки могут дать больше авторитета среди мужчин. А для женщин дать понять, что вы с ней не останетесь надолго в отношениях. Давайте обсудим типы татуировок. Что девушки находят более привлекательным и что им кажется не столь привлекательным. Последнее место – это мамино сердце. Ребята, вы, возможно, любите маму, но вам не нужна татуировка. Девятое место – тоже не самая лучшая татуировка. Это кинжал. Если хотите носить нож, то носите настоящий. На восьмом месте – это секси-леди. Друзья, если у вас наколка секси-леди на груди, то, возможно, у вас не будет настоящий под рукой. Далее у нас татуировки более-менее посередине. Здесь уже зависит от качества и места, где она набита. Седьмое место – это цветы, далее черепа, затем якоря. Хей, якоря довольно неплохо себя показали. На четвертом месте – птицы. Я не знаю, почему птицы по голосам заняли выше места, чем якоря или черепа. Мне вообще нравятся черепа, мне кажется, это круто. Но так или иначе, птицы вышли вперед. И да, друзья, будьте бдительны с цветами. Они должны быть правильного типа. Что я думаю по поводу середины этого хит-парада? Почему бы не набить такую татуху, которая бы имела в себе все эти жанры? Орел с розой в клюве, в одной лапе череп, в другой лапе якорь. Вот это будет крутая татуха. Я шучу, не надо себе набивать такую. Если вы, конечно, не фанатором рестлинга. Тогда можно себе сделать такую прямо вот тут. На третьем месте у нас идут дикие животные. Тигры, львы, кролень. Это же дикий зверь. На втором месте идут иностранные языки. Но суть в том, что на этом языке надо говорить. И мне стало интересно, если я набью себе мамино сердце на английском и поеду в Японию, то для них будет на иностранном языке. А значит, должна выше котироваться, а? Ребята, в этом надо разбираться самому. Это должен быть язык, на котором ты разговариваешь. И на первом месте это минималистические татушки. Что-то очень маленькое, простое и элегантное. Давайте обсудим места для татуировок от худших к лучшим. Начнем с последнего места. Это живот. Возможно, это связано с тем, что со временем он становится больше. Так что эта лошадь в молодости со временем становится слоном. Следующим местом, где татуировки выглядят не очень привлекательно, это ноги и икры. Дальше на седьмом месте это лодыжки. Это даже звучит больно. И на шестом это кулаки. Это звучит даже еще больнее. На пятом месте идет грудь. Если кто из вас не знает, то у меня огромная татуировка USMC прямо вот тут на груди. Я могу прямо сейчас сорвать рубашку и показать, но я не хочу, чтобы вам снесло крышу от моей крутизны. На четвертом месте это запястье кисти. Многим нравится это место, потому что оно прикрыто часами или браслетами. Так что ее можно показать или спрятать. На третьем месте у нас спина. Это будет отличное место для того орла с розой, черепом и якорем. И если хотите, чтобы крутизна зашкаливала, то набейте еще поверх нее RMRS прямо между крыльев и на черепе. Это была бы крутая татуировка. На втором месте у нас рукава. Это, конечно, специфическая вещь. Мы говорим о татуировке, которая полностью покрывает всю руку. И на первом месте это тыльная сторона руки. Почему это место самое привлекательное? Что нашли исследователи? Если вы обратите внимание на то, как они распределяют приоритеты, так это потому что ты можешь ее легко спрятать или показать, если хочешь. Поэтому задняя часть руки на первом месте. Итак, господа, теперь ваша очередь. Хочу услышать от вас в комментариях, что вы думаете по поводу татуировок, о местах, где их можно набивать и типах татуировок. Вы тоже считаете, что это связано с культурой? Я бы очень хотел от вас услышать. Я знаю, что вы меня смотрите со всего мира. Если вас интересует больше информации, то под видео есть ссылка на исследования и другие видео и статьи, чтобы вы могли подковать себя в этой теме. Здесь на Real Men Real Style мне нравится делиться с вами информацией, чтобы вы могли стать лучшей версией себя и принимать верные решения. Я не говорю, что вам надо делать татуировки или что вам не стоит их бить. Я говорю, будьте уверены, что вы сами создаете свой уникальный образ, что вы контролируете то послание, которое вы передаете миру. Чтобы вы могли использовать одежду и стиль, как оружие, чтобы получить от жизни максимум. На этом все, друзья. Берегите себя и до встречи в новом видео.